Дочка внимания, мы сегодня находимся на 18-летии, моей любимой дочке, самой младшей. Дай мне вторую информацию. Старшая дочь у меня, которая уже заслужена, живет в Торонто. Завтра Виктория, фамилия Соловьев. Виктория, фамилия Соловьева, Соловьяненко, Соловьев, старший, мой сын, я надеюсь, что будет в Ложьбе, в Миннеаполисе, город такой, значит, на севере Северных Штатов. А самая младшая моя доченька, вот, которой мы сегодня отпущаем, 18 лет, появилась 18 лет тому назад, на свет в славном городе Санкт-Петербурге. Ну, я хочу сейчас рассказать, когда нам произойдет сон, 18-19 лет он и праздник поправил. По какому поводу в то время нас, иммигранты российские, сюда не пускали? Уже 10 лет, 10 лет я не видел, 10 лет я не видел своей Родины. И уже замечаялся увидеть, если бы, если бы, непризумная идея, которая однажды пришла мне в голову, там, в Нью-Йорке. А почему бы нам, на волне начавшейся перестройки, не выпустить пластинку нашего дорогого Аркадия Дмитриевича Северного на фирме «Мелодия»? И вот эта идея, а у меня есть идеи, какие приходят в голову, они сидят, их не вытащат. И тут один из дипломатов приехал, гости из зароссийских, я поделился с ним этим, и он говорит, а чего, сейчас все возможно. У нас уже другая совсем система, у нас перестройка, и он мне дал телефон Андрея Тропилова на «Мелодии». В то время он на волне перестройки возглавлял фирме «Мелодия», выпускал все группы, старые группы, которые тайком при советском пласте записывал, он выпускал пластинку. Я позвонил, позвонил, я говорю, Андрюша, ты меня помнишь? Помнишь, 10 лет прошло еще год. Я говорю, тут есть идея, как бы нам выпустить пластинку Аркадия Дмитриевича, связь от там, из Северного на фирме «Мелодия». Это что, замечательная идея. Я призывал, мне хватит приехать без вызова в фирме «Мелодия». Мы сейчас организуем баксу «Мелодия». Приходят в вызов, писательный вызов, приходят, и он, если не видит вызов, пошел я. Кунсовская, российская, советская еще, может, составлять, советская власть была еще. Пошел к Кунсовск, я говорю, вот мне пришел вызов из первой «Мелодии». А они говорят, зачем? Да вот, хотят они выпустить пластинку Северного. Какая Северная, что там, я говорю, вот сейчас, добрый времен, да? Ну, удачи с моим человеком, мы приземлили пластинку, чтобы она еще при Советской власти украсила пластинку. Можи парни пластинку Северного. Платонская, ну-ка, малаври, дали разрешение полететься, и я так не полетел. С тех пор, всех, кто вылетает, великий раз в ходе, без остановки, Марс, все вычитает, сколько я залил. Посчитать, где это было, это не возможно, но Марс, а не Юпитер там. Посчитать невозможно. Таким образом полетел я в Санкт-Петербург, в то время еще был Ленинград, еще Санкт-Петербург, мы не пахла. Полетел я в Ленинград, ну, естественно, в первое время жил в гостинице, но в концерте мы выпустили эту пластинку, замечательную, которая вышла с несколькими миллионов экземпляров, а можно выдержать миллиардов, но в России, чтобы ее было сделано из-за в Украине, из-за в памяти еще миллионов, все равно миллионов, миллионов экземпляров вышло. Ну, я стал, значит, жить там, наверное, в квартирах, и вот в клубе, в нашем клубе клубанистов, мне был приятель, к сожалению, может, с нами нету, Олег Михайлович Кошелев, царство ему небесное, мы его потом выберем за него. Значит, он рядом со мной там находился, в этом клубе, и я ему один раз говорю, Олег, у тебя нет знакомой бетломанки? Он говорит, ну что, если у меня много бетломанов знакомых, я говорю, ну познакомь меня с какой-нибудь бетломанкой. Ну, кто-то даже мне позвонил, говорит, у меня есть на примете очень приятная девушка, и она бетломанка, зовут ее Маша, фамилия ее Борисенко. Ну, я говорю, замечательно, давай познакомь меня с Машей Борисенко, и вот один раз, один раз, он пришел ко мне в гости, это было на улице Леви Голикова, я в то время снимал там в квартире. Позвонил, говорю, стоит девушка очень приятная, симпатичная, вот с этим самым Олегом Михайловичем пришли, выпили, посидели, и вот в результате этого, в течение двух лет, в моей неустанно работе, появилась вот, вот эта замечательная девушка, которая зовут Саша, по фамилии Борисенко, и это произошло 18 лет назад. Да, наша история продолжается. Я, значит, уехал в Штаты, и прочее, прочее, и смотрю по телефону к этой, уже, значит, Маши Борисенко, я говорю, позови меня, я хочу позвать их телефон, я говорю, позови, я уже еще прошлое лет, когда уже с Машей Борисенко разговаривали, я говорю, позови, Саша, по телефону к ней. А она говорит, нету меня, Саша, нету. Я, значит, так, я с Машей Борисенко разговаривала. Как нету? Такого-то в голове. Она говорит, интересно, меня забрали ее. Как можно ее забрать? Нету, все, нету. Я тогда быстро купил билет. Купил билет, бросил все дела. Пролетел сюда, в Ленинград, пролетел. Нету все, нету Сашки. Оказывается, она, бедняга, от тоски, что меня нет, начала выпивать. Вот, водила, водила Сашеньку в школу, и учителя это заметили, что она, живая, уходит ее в школу. И забрали ее, забрали у нее, значит, Сашку. Сашку определили, определили в интернат. Давай, мы все замещаем. Сторожди, прощай, что так можно. Крутой, здорово. Определили ее в интернат, и я, прилетев сюда, начал ее разыскивать. В то время, и вот я ее, вот увидел фотографии, вырится, в городе, вырится, нашел. И с ней отбор мы не расслужили. Вот, о чем рассказать. Вот об этом сборнике песен, которые я сделал по приезду в Соединенные Штаты. У меня ничего не было, мне было 42 года. Ну, вот эти песни, они у меня были в голове. И я как-то должен был себя заявить на этой новой почве для себя. Мне хотелось показать, что я что-то могу. И вот я начал создавать этот сборник. А тут, кстати, вот есть надпись, вот сейчас я ее покажу, там, Крутофаново. Да, 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 да. Которую написала наша именинница, которой в то время было, может быть, ну, 8-9 лет. Это детским почерком написано. Тетрадь подготовительная, соловьё Рудольфа. Подготовительного класса музыкальной школы. Это, конечно, не умор. Но, тем не менее, это было сделано. Я тут, значит, все свои песни на те годы, на то время. Празднее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...